Казахстан потратит на вакцину против COVID-19 полтора миллиарда тенге. Об этом в эксклюзивном интервью Atomikin Business рассказала председатель комитета науки Жанна Курмангалиева. Она пояснила, из данной суммы в этом году планируют потратить 480 миллионов. Постановление правительства на выделение средств подписано неделю назад, а сегодня авансовый транш в 30% уже отправит в НИИ проблем биобезопасности. Именно этот научный институт проводит исследования. Казахстанский препарат уже зарегистрирован в качестве возможной вакцины на сайте ВОЗ. Все подробности у моей коллеги Мируэр Джекияновой на напрямую связи со студией. Мируэр, добрый день. Это дополнительные средства из республиканского бюджета. Эльвира, приветствую. Все в рамках уже выделенных сумм на этот год заверили нас в Комитете науки. В бюджете Минобразования есть статья «Грантовые средства на научные исследования». Оттуда и направят 480 миллионов тенге в этом году. Судя по международным расценкам, казахстанский вариант за более чем 3,5 миллионов долларов вполне бюджетный. К примеру, Евросоюз на разработку вакцины выделил 1 миллиард евро. Япония – 1,3 миллиарда долларов, а Штаты потратили уже более 2 миллиардов долларов. Если учесть, что казахстанская вакцина в качестве кандидатной зарегистрирована на сайте ВОЗ наряду с разработками компаний, фармацевтических компаний-гигантов и стран, которые характеризуются очень высоким уровнем развития науки, то, пожалуй, этот факт наиболее красноречиво доказывает, что в науке, как во всяком творческом процессе, главное не число, а умение и главное научный потенциал. Есть такая песня «Наши ребята за ту же зарплату». Бюджет разработки вакцины против коронавируса казахстанский составляет 1,5 миллиарда тенге. Сейчас научные сотрудники института проводят доклинические испытания на линейных мышах. В Комитете науки нам озвучили несколько интересных деталей. К примеру, один подопытный экземпляр обходится казне примерно в 10 тысяч тенге, а таких нужно около 150 особей. На очереди сирийские хомячки, хорьки и приматы. По словам Жанны Курмангалиевой, ученые готовы к клиническим испытаниям на людях уже к сентябрю-октябрю этого года. Но только в случае положительных результатов. Впрочем, в Казахстане, как и в мире, рассматривают ускоренный формат испытания вакцины. Учитывая, какая ситуация в мире, какая ситуация с пандемией, специалисты вполне допускают возможность применения вакцины после первой фазы клинических испытаний. Но вы абсолютно правильно отметили, что отказ от других фаз может дать только Министерство здравоохранения. И только, наверное, в том случае, когда результаты испытаний покажут как минимум безопасность данной вакцины для человеческого организма. Эльвира, тему казахстанской вакцины я освещаю с прошлого месяца, когда ученые только объявили о своих планах. Конечно, стало интересно, насколько оправданно для Казахстана включаться международную гонку фармацевтических гигантов. Предлагаю послушать на этот счет экспертное мнение. Ну, та страна, которая первая придумает и выпустит такую безопасную вакцину, конечно, к этой стране выстроится очередь, которую должны будут покупать. Ну, в целом, привить по миру мы должны 5 миллиардов человек. Представляете, это большой такой объем. Я не думаю, что Казахстан будет в этой очереди первой страной, или хотя бы первой десятки. Чтобы не долго не ждать, не ожидать этой очереди, Казахстан, если параллельно будет развивать и создавать собственную вакцину, это ничему не повредит. Во-первых, во-вторых, коронавирус вместе с вакциной не исчезнет. Это будет обычно циркулировать в нашем обществе, как тот же вирус гриппа. Поэтому ежегодная вакцинация потребуется в любое время. Коллега в США уже начали испытания вакцины на людях. В соседних России и Гитая тоже проводят научные исследования. Все-таки это прибыльный бизнес с глобальным рынком сбыта. Спасибо, Дмитрий Уэрт.